Всем привет, ребят! С вами Илюша, и сегодня мы возвращаемся в игрушку под названием Clone Drone in the Danger Zone. У нас тут произошло обновление. Добавили новые новогодние карты в режим Last Ending Bot, то есть режим королевской битвы. Ну что же, сейчас мы тогда будем проверять эти новогодние карты, посмотрим, насколько они круто сделаны, и будем, естественно, пытаться тут тащить, потому что, смотрите, в принципе, чувачки довольно-таки мощные. Вот смотрите, как он меня убил, я, конечно, до сих пор это не понимаю, но тут, ребят, ещё зависит, конечно же, от пинга. Насколько у тебя хороший пинг, настолько ты и хорошо будешь убивать наших противников. Ну что же, давайте тогда сейчас ещё будем наших чувачков мочить. Вот тут этот какой-то Санта Фарт Ха Ха мочит тут всех на раз-два. Воу, ё-моё, нас даже чувачок ещё отпульнул своим щитом дурацким. Ну давайте сейчас мы тогда его подождём и попробуем ему навалять лезть за то, что он нас так отбросил, да? Ну, чувак, всё, готов? Давай, сейчас мы тогда начнём против тебя пвпшиться. И смотрите, в принципе, я уже немножечко порезал, и он меня тоже. И, эй, парень, ты чё, ты забоялся, что ли? Смотрите, ребят, видимо, он забоялся. И, кстати, как я понял, ребят, почему у нас меняются вот эти роботики, которые нас разносят? Смотрите, раньше у меня был такой какой-то начальный, я уже даже не понял, ребят, как он выглядит, а сейчас у нас именно вот такой зелёненький. Это связано с тем, что я выиграл одну катку, и поэтому у меня теперь он вот такой, ребят. Если я выиграю две катки, он у меня изменится на ещё другого какого-то, и будет, конечно, интересно за этим понаблюдать. Так, ну что, смотрите, в принципе, у нас уже 4 человечка осталось, хотя было 5. Я не знаю, как один парень успел так быстро всё-таки умереть, и это как-то странно, да? Ну, давайте тогда сейчас посмотрим, где у нас всё-таки какие-нибудь приколюшки, где наши аирдропы, можно так сказать, да? Что-то я, ребят, их вообще здесь не вижу, может быть, они где-то на самом верху. Ну да, ребят, смотрите, вон там ещё один летит. Давайте тогда сейчас мы прыгнем вот на этот трамплинчик, и в итоге смотрим, куда мы прыгаем-то, да? Ну, смотрите, в принципе, тут у нас есть стрелы, но, в принципе, они мне не особо нужны, ребят. А тут у нас, тут у нас тоже стрелы. Ну, тогда давайте возьмём вот эти, что ли, потому что у нас других вариантов, ребята, нету. Так, ну что же, берём тогда стрелы, хоть у нас и лука нету. А, не, ребят, у нас даже лук есть, что-то я про это совсем, ребят, забыл. Окей, и меня только что пытался убить вот этот чувачок с молотом. Я даже его, ребят, нифига не заметил, но всё-таки повезло то, что он меня не смог убить. Так, паренёк, получай, получай. И да, ребят, всё, отлично, минус вот этот молотоносец. Это, конечно, хорошо. А где у нас ещё какие-нибудь аэродропы? Я что-то, ребята, вообще пока что ничего такого нормального не вижу. И, как бы, я вообще без лута, можно сказать, да? Я надеюсь, у нашего чувака ничего такого серьёзного, да, нету. Ну что ж, да-да-да, идём против него сражаться. Один на один остываемся. Так, и была не была. Ну, смотрите, вы только что видели, что я сквозь него сейчас прошёл только что своим мечом. И почему-то он не разрубился. Но я всё-таки вам, ребят, говорю ещё раз, это зависит всё от пинга. Насколько у нас хороший пинг, настолько у нас хорошо будет идти и битва наша, да? И в итоге есть, ребят. Я выиграл, в принципе, нормально, 2 килла и первое место из 6. Ну, конечно, было маловато людей, на самом деле, но, думаю, это не беда, ребят. Сейчас мы откатаем ещё много каток и попробуем занять первое место среди большего потока людей. Ну что же, приступаем к следующей катке. Ну а сейчас я вижу, что у нас уже реально будет какая-то другая карта. Он называется на Other World Violent. И смотрите, тут реально всё у нас фиолетово. Окей, значит, мы туда вкачиваем опять же джетпак. И давайте попробуем, опять же, конечно же, наш меч. Потому что самый такой нормальный стартрек пак для того, чтобы разносить наших чувачков. Так, ну что же, у нас уже тем самым временем 8 человек есть в этом режиме. И это, на самом деле, ребят, хорошо, потому что предыдущий раз что-то у нас было совсем, ребят, мало. А сейчас у нас хотя бы народ появился, и это, на самом деле, меня радует. Так, Макс Зуев, да, хотел меня только что убить, но в итоге ему не получилось это сделать. И смотрите, в принципе, у меня 2 победы, и вроде бы у меня такой же чувачок остался. Да, ребят, смотрите, даже у этого МХ Зуева, у него тоже 4 победы, но у него персонаж тот же самый. То есть, они меняются немножечко по-другому. То есть, мне надо набить, скорее всего, 5 побед, либо же 6, и тогда у меня всё-таки изменится робот. То есть, от определённого количества он меняется. Ребят, воу, смотрите, только что у нас помер чувачок, который просто тупо наткнулся на вот эти лазеры. Так, ребят, значит, надо быть вот на этой карте особо осторожным, потому что тут реально... Тут, во-первых, какая-то фигня, ребят, творится у нас, звёзды просто тупо летят вокруг нас. И это, на самом деле, сбивает. Плюс ещё вот такие какие-то штучки непонятные. Это, на самом деле, ребят, довольно-таки жёстко. И смотрите, к нам ещё бежит чувачок, и надо бы как-нибудь его попробовать замочить, потому что, мне кажется, он как раз-таки намерен именно нас убить, раз он сюда побежал. Хотя, смотрите, обратно бежит и обратно поворачивается. Воу, ребят, смотрите, нихрена себе у нас зона уже сужается. Я только сейчас это заметил. Так, у нас даже 3 человека осталось. Как так-то, ребят? Почему так быстро? Я вот этого что-то не понимаю как-то. Так, парень, иди-ка сюда. Ну, ну. Эй, в смысле, ребят? Ааа, надо было подняться на эту платформу, ё-моё. В итоге нас троих одновременно убило, но почему-то выиграл именно тот парень, который сделал 1 килл. Видимо, тут всё по киллам и решалось. Ну, ладно, ничего страшненького. Будем в следующий раз знать, если на эту карту попадём. Ну, а мы приступаем к следующей катке. Ну, что же, а сейчас у нас ещё одна новая карта. Называется она Фортрес, то есть вот такая крепость. И что же, сейчас мы будем пытаться тут тоже выжить. И знаете, ребят, как я нестандартно поступил. Я вкачал только одну энергию и только броню, ребят. По сути, у меня больше ничего другого нету, поэтому мне приходится как-то выживать и искать какие-либо оружия. Поэтому давайте сейчас посмотрим, что из этого вообще выйдет. Ну, я думаю, должно быть как-то интересненько и даже немножечко весело. Итак, смотрите, что я вижу. Там у нас в конце есть огненный меч. Можно, в принципе, попробовать как-нибудь его ухватить. Если, конечно, вот эти чувачки друг друга убьют, да? Ну, смотрите, вот этот парень дразнит от того парня с мечом. Блин, у него и так огненный меч. Зачем ему ещё другой, ребята? Это как-то странненько, да? Ну, блин, ребят, смотрите, я был близок. Я был близок к тому, чтобы ухватить этот дурацкий меч. Тихо-тихо-тихо, парень. Не надо меня мочить, не надо, ребят. Капец, конечно, опасно, очень опасно. Блин, чувак, вот жалко, конечно, что вот у этого паренька тоже нет никакого оружия, поэтому навряд ли он его сможет всё-таки как-то убить. Может быть, мы всё-таки тогда в другую штучку попробуем, ребят, сбегать. Вон, смотрите, там у нас какой-то как раз-таки дроп произошёл. Хотя там тоже, ребят, чувачки пвпшатся. Давайте мы лучше сейчас тогда сюда придём и посмотрим, что у нас здесь такого интересненького. А тут у нас получается вот такая пиналка. Давайте мы тогда хотя бы пиналку, что ли, возьмём, ребят, потому что пиналки у нас нихрена нет. Вот, всё, теперь хотя бы мы можем, ребят, пинаться. И это уже меня как бы радует, да? Тогда посмотрим, что у нас тут. А тут у нас рост. И, блин, смотрите, сколько тут чуваков тоже собралось на крепости. Это капец, конечно, ребят. Чё-то у вас тут слишком много, да? Воу, нихрена себе, ребят, на его месте мог бы быть я. Охренеть, вот этот чувак, конечно, с лазером довольно-таки мощный. Так, надо, ребят, как-то его всё-таки нейтрализовать. Так, парень, получай. Блин, смотрите, ребят, хотел его только что пнуть, но в итоге не получилось. Блин, он так и будет, ребят, тут сидеть, пока не убьёт нас. Это, конечно, очень плохо. Так, может быть, ещё где-нибудь есть какие-нибудь аэрдропы? Или я так и буду с киком бегать тут весь уровень? Блин, ребят, ну смотрите, в принципе, тут у нас есть стрелы. Ну давайте тогда попробуем их, что ли, взять, если, конечно, получится. Ага, смотрите, там ещё один дроп падает, причём хороший, потому что зелёненькие дропы это обычно хорошие дропы. И в итоге у нас остаётся уже 4 человека. Давайте тогда сейчас мы быстренько сюда поднимемся и посмотрим, кто у нас здесь остался. Ага, чувак с лазером. Это, конечно, очень плохо, но давайте попробуем его убить, что ли. Вот, ребята, отличненько! Я убил чувака с лазером. Просто тупо он как-то сконцентрировался на другом чувачке и в итоге просто тупо помер. Так, ну что же, а где у нас, интересно, вообще зона? Воу-воу-воу-воу, ребят, а тут вообще какая-то жесть творится. Так, тихо-тихо, парень, не надо, не надо, не трогай меня. Блин, ребят, смотрите, даже дверца не открывается. Вот это очень плохо. Так, получайте, чувачки, может, кого-нибудь да попаду. Блин, ребят, нихрена ни в кого не попал. Поэтому дайте просто тупо мы отсюда лучше свалим. И где у нас вообще, ребят, зона? Я что-то вот этого не понимаю. Вроде куда-то сюда, ребят, зона сужается. Либо же это маркеры от наших аэрдропов, да? Сейчас мы это, ребят, выясним. Так, тихо-тихо. А, да, ребят, все-таки зона у нас здесь. Зона у нас как раз-таки непосредственно в этом замке. И поэтому пока что беспокоиться, ребят, нам не стоит. Ну, главное сейчас нам беспокоиться о том, чтобы мы все-таки смогли выиграть. И, воу, чувак мне отпилил руку. Капец, ребят, ну как так-то? Почему он именно за мной гонится? Почему не за другим чувачком? Видно, другой чувачок остался у нас непосредственно в этой крепости. Ему, конечно, сильно повезло. Но давайте тогда сейчас мы попробуем все-таки что сделать. А я даже не знаю, ребят, что делать. Можно просто тупо как-нибудь вытолкнуть наших противников за зону, на которой мы находимся. Да, и тогда их точно убьет, ребят. Потому что других вариантов у меня нету. У меня просто тупо есть только кик и все. Поэтому сейчас мы попытаемся это как-нибудь сделать. И вот смотрите, по сути, они сейчас у нас выпрыгнут как-то отсюда, да? Да, ребят, отлично, вот у нас чувачок только что выпрыгнул. Блин, ребятки, вы давайте поднимайтесь лучше сюда, потому что я именно отсюда могу вас сбросить. Вот да, смотрите, остался у нас последний вот этот чувачок. И парень, давай-ка, поднимайся сюда. Или он нас не видит, ребят? Серьезно, парень? Эй, посмотри наверх-то, е-мое. О, ребят, вроде бы наконец-то он нас заметил. Ну, и что, ты будешь меня как-нибудь пытаться замочить, чувак? Или нет? Ну, ребят, конечно, опасно, опасно. Он в более лучшем положении, потому что у него хотя бы есть меч. А у меня вообще, ребят, ничего нету, кроме кика. И находится он сейчас в зоне, то есть я его затолкать, в принципе, не могу. Мне некуда просто это делать. Надо его вот как раз-таки за эти грани его вытолкнуть. И смотрите, ребят, отличный момент, отличный момент. Он начинает выпрыгивать отсюда. Давайте тогда сейчас попробуем это всё-таки сделать. Попробуем его как-нибудь замочить. Так, отлично, выпрыгиваем тогда вот сюда. И во-во-во-во, ребят, нам самое главное самим отсюда не выпрыгнуть. И давайте тогда сейчас будем всё-таки пробовать мочить нашего чувачка. Получай, парень. И, блин, ребят, всё-таки он смог нас замочить этим дурацким мечом. Не получилось меня его оттолкнуть. Ну, ладно, ничего страшненького. В принципе, по фану мы даже умудрились сделать один килл. Ну, а следующая карта называется Санта-Сарена. Это новогодняя карта. Тут у нас даже подарочек такой нарисован. Поэтому давайте сейчас мы, естественно, будем на ней играть. И что же я, ребят, вкачаю? Ну, в принципе, предыдущая катка у нас была фаной. Поэтому давайте я вкачаю джитпак и сворт. В принципе, как, ребят, обычненько. Потому что хочется всё-таки выиграть. Ну и вот, наконец-таки, ребят, мы высаживаемся. Карта довольно-таки классненько выглядит. Тут у нас везде какие-то ловушечки. Ещё какие-то различные приколюшки. Ну, смотрите. В принципе, я уже только что пришёл на дроп. Давайте сейчас мы тогда его возьмём. Он нам добавляет максимальное количество энергии. И это довольно-таки хорошо, ребят. То есть у нас теперь джитпак. Можно, в принципе, неограниченно использовать. И серьёзно. Ребят, вы серьёзно? Я умер самым первым? Это, ребят, на самом деле, как-то очень обидно. Ну, а последнюю карточку я решил провести с молотом и с джитпаком. Поэтому давайте посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, с молотом я, на самом деле, очень редко играю. И тут у нас есть ещё чувачок, у которого больше соточки киллов. Ребята, это на самом деле очень жёстко. Надо бы его как-то остерегаться. И что же, где же у нас аэрдропы? Куда они будут у нас падать, интересненько? Я думаю, наверное, один точно сюда упадёт. Поэтому я поднимаюсь на эту штучку. И смотрите, тут у нас уже как бы есть один чувачок. То есть есть какая-то конкуренция. А сюда что-нибудь падает? А, ребята, сюда вообще даже ничего не падает. Поэтому давайте мы тогда лучше отсюда уйдём и пойдём на дроп. Потому что он нам, естественно, нужен. Итак, тут уже этот чувак взял дроп. У нас остался, получается, лазер, да? Или что это? А, нет, ребята, это кик. Ну, смотрите, в принципе, кик пока что у нас никто не берёт. Вот, давайте попробуем тогда вот эту Галилу убить, что ли, да? Сэмпай Галила какая-то вот такой у неё, ник странный. Так, и как же мне всё-таки долететь до туда вот-то? Пока что за мной хвоста нету. Ну, давайте тогда сейчас мы пойдём за киком. Потому что кик тоже, в принципе, я думаю, нам обязательно пригодится. Так, и что же, ждём, ждём, ребят, пока мы захватим вот этот кик. И отлично, всё, теперь он у нас есть. Давайте тогда сейчас мы вот на вот эту прыгалку прыгнем. И в итоге вот сюда, ребят, тыпехаемся. Отлично, тут у нас как раз-таки ещё и раптор есть, да? Хорошо, хорошо. Будем сейчас тогда пытаться как-нибудь отжать этого раптора. И смотрите, нас уже осталось три человечка. Как раз-таки непосредственно вот этот Санта-Фе какой-то. И ещё один чувак с большим молотом довольно-таки жёстким. Так, и как они, интересно, вообще будут сражаться? Вот смотрите, тут у меня чувак хочет столкнуться с помощью вот этого раптора. И они что, в стиме, ребят, что ли? Мне кажется, они в стиме. Потому что Регел вот этот, он просто тупо не бьёт вот этого чувачка. И как это понимать, ребят? Какого хрена вообще? Почему так? Ну, блин, ну будем пытаться тогда, ребят, как-то всё-таки выиграть их. Если, конечно, у нас получится это сделать. Так, ну, ребят, смотрите. И в итоге всё-таки мы проиграли. Но это, по сути, ребят, нечестно. Потому что они стимились. И вот видите, они просто тупо сейчас стоят и друг на друга смотрят. Так нечестно, ребят. Потому что если вы видите тимщиков, то желательно им вообще репорт нахренки дать. Потому что это, ребят, неправильно. В одиночном режиме каждый сам за себя играть в тиме. Ну, а с вами был Илюша. Игрушка под названием ClonJone in the Danger Zone. Вот такие у нас были карты. Конечно, мы посмотрели всего лишь три карты из шести. Но так у нас получилось, ребят. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Завейте друзей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok